Виолетта, как ты думаешь, что случилось с тех пор, как ты последний раз выходила из дома? Ничего. Неправильно, пионер стал лучшим констрактом формата магии. Кто-то считает, что пионер это самый лучший формат магии, но мы-то знаем, что это все предрассудки. Давайте же развеем это все и вопьемся зубами в разбор последних приконов уходящего года. Я Никита, за камерой Виталя, поехали. Приконы, это уже готовые собранные колоды на 100 карт, подходящие в формат командир. Они связаны общей идеей и ими можно играть прямо из коробки. Они все довольно тематичные и флаворные. Последний год Визарда начали баловать нас новыми командирскими колодами, посвящая их каждому выпуску. Как минимум по две штуки на раз. И вот это вот две последние колоды в этом году, посвященные сету Инистрат Багровая Клятва. Виталь, я вот этими колодами поиграл и готов поделиться своим мнением. Ты бы что хотел сначала рассмотреть, духов или вампиров? Я бы, Никита, сначала хотел лотосов поблагодарить. Да, точно. Ребят, дорогие лотосы, спасибо вам огромное за вашу поддержку, за ваши донаты. Это позволяет нам делать видео и делать их лучше с каждым разом. Особая благодарность нашим черным лотосам. Сергей Головин, Тимофей Куликов, Алексей Кузнецов и Алексей Лазовской, а также Сильвер Медвед. Спасибо вам огромное. Если же вы хотите стать спонсором канала Мумагик, становитесь лотосом от 99 рублей в месяц. Информацию ищите в описании. Белосинее сочетание цветов командире обычно связано с более медленными, контролирующими такими колодами. Однако не дайте себя обмануть. Мелисента, беспокойный призрак, это на самом деле очень-очень агрессивный командир. Мелисента стоит дешевле за каждого призрака по твоим контролям. И у нее есть способность, когда у тебя не являешься фишкой дух. Наносит повреждение или когда умирает, ты делаешь фишку 1-1 с духом. Таким образом, что это такая, по сути, защита от вросов. Обычно в токен-спаун-колодах, когда у тебя сносят весь твой стол, ты обычно ничего не делаешь и очень долго восстанавливаешься. Однако Мелисента позволяет тебе восстановиться тут же сразу. Более того, ты делаешь много духов, и она стоит дешевле за каждого твоего духа. Поэтому она обычно выходит тут же сразу. В этом, в принципе, состоит план на игру. Мы заставляем все небо духами и сносим оппонентов за раз-два. Однако есть проблема. У духов обычно не очень большая атака. Поэтому у нас есть карты, которые раскачивают весь наш стол. Дракскуэлский капитан, верховный призрак и зеркальное нечто позволяют нам это делать. Нечто это все еще является духом. Да, это имитатор, но это еще и дух. И если влить в его способность хотя бы 5 маны, это уже может быть смертельно для оппонентов. Цепезвон позволяет нам защитить одного из наших духов до конца хода. Плюс он дает всем нашим духам миг. Это очень выгодно для нас и довольно флаворно на самом деле. Когда оппоненты не знают, когда придут духи, они бац появляются из них прям позади тебя. Nothing personal, кит. Примерно тот же самый эффект нам дает дыхание неспящих. Это чарка, которая позволяет нам еще и поворачивать существ и уводить существ наших с мигом, что очень выгодно. Привидение кандалов и вестник нибель Гаста также поворачивает существ, что позволяет нам открыто атаковать их. Также помимо этих духов есть еще и другие духи, которые имеют довольно интересные эффекты. Раскающийся священник. Просто, по-моему, бич любых колод, которые играют через грейвьер. Ты можешь пожертвовать, чтобы изгнать чье-то кладбище. Также есть еще кармическая проводница. Виталий, ты знал, что это дух? Вот, я тоже не знал. Оказывается, что это дух. Очень интересная карта, которая позволяет нам вернуть что-нибудь важное из нашего кладбища прямиком на стол. И ее эффект эхо даже не нужно оплачивать, потому что даже если у нас миллисента есть уже на столе, она будет как один-один дух, как минимум. Также еще довольно интересная тема. Когда я тестировал эти колоды между собой, друг с другом, я заметил, что там есть определенная защита от определенных цветов. Это просто маленькая такая приколюха, которая есть. То есть, например, кармическая проводница имеет защиту от черного и, допустим, она прекрасно заблокирует Стефана. А у вампиров есть молокирская ведьма крови, которая защита от белого и блокирует всех как бы духов без проблем. Просто такая маленькая ремарочка. Ну, зарожденный из ветра, оказывается, тоже дух. Для меня это прямо открытие, почему это не ангел. Тем не менее, она защищает нас от атакующих существ. Атакеры должны заплатить два за каждое атакующее существо, как в Госли Призн. И легенда русского дуэльного командира, или как бы как сказал Гулян, РУССКОГО ДУЭЛЬНОГО КОМАНДИРА ПРИВИДЕНИЯ СВЯТОГО ТРАФТА. Пишите в комментариях, если вы хотите увидеть Гуляна на следующем версусе. Тем не менее, привидение святого трафта, это очень противный дух, от которого очень сложно избавиться из-за его парчеустойчивости. И каждый раз, когда он атакует, он атакует вместе с ангелом 4-4, который возвращен, ну, изгоняется потом, в конце боя. Очень противная штука и народный любимчик. Призрачный воришка, это уже мой любимчик. По-моему, крайне недооцененная карта в командире. Он позволяет нам брать карты, когда кто-то из оппонентов играет заклинание не из руки. Включая, да-да, командирскую зону. Довольно интересная новость заклинания. Буря душ возвращает всех наших существ на стол, но они все духи один-один с полетом. Не обманывайте себя, у них все еще полет, они все еще страшные. И не забывайте про то, что у нас есть в колоде раскачка, поэтому чаще всего мы возвращать будем из кладбища, их включая с раскачкой. Обычно с такой агрессивной колодой у нас очень часто посушается рука. И нам бы хотелось бы хоть какого-нибудь добора. Поэтому к нам на помощь прилетает Повелитель Бури, Разветвательная Вылазка и Далекая Мелодия. Далекая Мелодия, если что, это Легенда Паупера. И плавно перейдем уже, наверное, к минусам этой колоды. Поскольку, опять же, это довольно агрессивная колода, у нас очень часто посушается рука. Тут, к сожалению, не так много добора, и нам хотелось бы его чуть побольше. Довин, Верховный Судья, это довольно интересный Планис Уокер, но, к сожалению, не для этой колоды. Это, по сути, у нас очень странно, за 3 маны возьми 2 какие-то карты когда-нибудь через 2 хода. Поэтому не понимаю, что он тут делает, к сожалению. Наставник Кротких. В принципе, он тоже может добрать тебе карт, но платить за каждую карту, взятую, новую, это как-то, ну, не по-христиански, что ли. Мы играем в синем цвете, у нас есть гораздо более лучшие опции. Скакун Борея. К сожалению, я не совсем понимаю, почему эта карта в этой колоде. Кроме того, что, наверное, у него полет, это Пегас, это не дух, и он делает нам рампу только в случае, если он уйдет из поля, если кто-то у оппонентов больше земель, чем у тебя. В общем, очень узкое условие, и я думаю, что эта карта здесь банально не нужна. Ками полумесяца, блюстительница, оруженосец и призрачная имитация, к сожалению, довольно ненадежны в этой колоде. Да, Ками это дух. Да, он добирает нам карты. Но, к сожалению, он добирает карты еще и нашим оппонентам, и это им очень сильно помогает. Не забывайте, когда вы играете Ками, обычно первые карты берут ваши оппоненты, а не вы. А призрачная имитация? Призрачная имитация. В тестовой игре я потратил 12 мана на протяжении 4 ходов, чтобы сделать духа 1-1. Без никаких способностей на выходе или на смерти. Просто дух 1-1. К сожалению, тут в этой колоде, если бы была какая-нибудь манипуляция с верхней колодой, было бы еще более-менее. А так, ну, решайте сами, хороша ли эта карта здесь или нет. Также я хотел бы еще отметить, что, на мой взгляд, тут маловато точечного ремувала. Если я могу еще понять количество, такое количество малое в массовых ремувалах, и там всего 2 штуки плюс 1 масс-баунс, в этой агрессивной колоде нужен точечный ремувал. И если мы не можем справиться с какой-то точечной проблемой, это проблема. В первую очередь я бы в эту колоду добавил двузубец тассы, черепной зажим и знамя завоевателя. Это позволяет нам где-то раскачивать, а где-то просто добирать банально карты, когда мы наносим урон или когда кастим духов. В принципе, нам нужно пополнять карту, нам нужно продолжать делать давление на оппонента. Также для добора есть Coastal Piracy, есть Крылатые Слова, очень хорошая карта, и проложить курс примерно, то же самый эффект. За 2 мана и возьми 2 карты. Также еще из двух новых выпусков про Инистрат, я бы добавил сюда Мимика Зеркального Зала, довольно интересная такая карточка, Привидение Патриции, еще одна раскачка, и Катильда Мученица Данхарта. Это просто очень большой дух. Небесный Орел, оказывается, помимо того, что он птиц, он еще и дух. И он раскачивает всех наших существ с полетом, а наши духи с полетом, поэтому он идет в эту колоду. Также есть еще огромное количество других раскачек в этих цветах. Мучезарная Судьба, Попутный Ветер, Крестовый Поход Катара, в конце концов. Вариантов очень много. Если вы хотите что-то конкретное поискать, смело ищите. И напишите в комментариях. Я посмотрел. А еще есть усмирители заклинаний, который отменяет, не отменяет, изгоняет спелл. Поэтому, если кто-нибудь из вашей в плейгруппе играет не контримый спелл, ты берешь, ставишь усмирители заклинания, и говорит, я отменяю. Он говорит, нет, ты не можешь отменить. Я говорю, я не отменяю, я изгоняю. Я так и не понял, он отменяет или не отменяет заклинания? Не отменяет, но изгоняет. И если он уйдет, чувак может его скастить бесплатно. Понятно? Теперь понятно. Спасибо, Никит. Класс. И напоследок, я добавил сюда бескорыстного духа и стража веры. Эти духи позволяют нам защитить весь стол от зачистки. И в принципе, на этом все. В целом, мои ощущения от колоды положительные. Это довольно агрессивная, как я уже сказал, колода. И на самом деле, геймплейно она работает хорошо. Иногда может, конечно, не зайти банально, иногда просто тебя опустошается рука. Но если подтюнить колоду вот этими картами, которые я добавил, я думаю, что эта колода будет нормально так играть. И довольно ей играть весело. Вот в принципе и все. Ребят, если у вас вдруг тритская дакофобия, прошу вас промотать это видео несколько секунд вперед, потому что... А всем остальным? На эти колоды скидка 13%. И не только, Никит, на эти колоды, а на все карточки, которые ты посоветовал добавить в эти колоды. Будет отдельная подборка. Супер. Все ссылочки в описании. Смотрите, покупайте что. А мы пока переходим к вампирам. Главный командир колоды на вампирах это Стрефан, основатель рода Мауэр. Довольно интересная стратегия. Вместо того, чтобы играть токен спавном, как это делают обычно все вампиры, он предпочитает более больших вампиров. И он это делает через новую механику багровой клятвы, жетоны крови. Жетоны крови. Это артефакты, которые ты можешь пожертвовать, скинуть карту, чтобы взять новую карту. Однако Стрефан их использует еще немного иначе. Когда он атакует, ты можешь пожертвовать два таких жетона, чтобы выложить из руки любого вампира к повернутым атакующим. И более того, он получает неразрушимость до конца хода. Это вампир, если что, никуда потом не уходит. Обратно в руку, в экзел. Нет, он остается на столе. Стрефан сам делает жетоны крови. Твой заключительный шаг, он создает тебе столько жетонов крови, сколько игроков потеряло жизни. Да, включая тебя. И с этим связано довольно много таких подмеханик в этой колоде. Это довольно прикольно. И еще, я считаю, что это очень флаворно. Когда кто-то поранился, он такой, типа, со скляночкой берет, подбирает кровь. Довольно прикольненько. Так вот, какие же большие существа он выводит на стол, сейчас я вам и расскажу. Дебошир из Перекрестка. Я считаю, что это одна из самых лучших новых карт в этой колоде, которая сюда идеально заходит. Это большой вампир, который раздает всем твоим вампирам атакующим цепь жизни и смертельное касание. Более того, он тебе добирает карты, когда у тебя кто-нибудь из твоих вампиров умирает. Что очень выгодно. Кровеносный Покровитель. Тоже идеальная карта в эту колоду. Это большой вампир, который на выходе ломает существо оппоненту. И он раскладывает жетон плюс 7, плюс 1 на каждого твоего вампира, когда умирает существо оппонента. И более того, он эти еще существа и изгоняет. Тиматар. Барон недопырей. Это довольно интересный новый легендарный вампир, который говорит, что когда у тебя вампир умирает, ты вместо этого его изгоняешь и делаешь вместо него летучую мышку. И когда эта летучая мышка наносит повреждения по оппоненту, изгнанная карта возвращается на стол. И по-моему это довольно флаворно, поскольку в принципе в масс-медиа мы знаем вампиров как существ, которые могут превращаться в нужный момент в летучую мышку и превращаться потом обратно. Прям супер за флавор. Блюстительница из рода Марковых. Тоже довольно классный командир. Убирает какое-нибудь существо и дает тебе жетоны крови, что синергирует с нашим командиром. И радушный вампир. Душенька, просто я всеми фибрами души ненавижу эту карту. Да, он маленький, но у него эффект крайне-крайне мощный. Когда умирает любое, любое существо, включая его, включая твое, токены, не токены, твоя бабушка, неважно, раскачивают всех вампиров. На плюс они плюс один с жетонами. Кто придумал эту карту? Виталя, ты знаешь, кто придумал эту карту? У меня микрофон выключил. Блин. Неважно. Короче, да, я ненавижу эту карту. Есть и другие вампиры, которые не так хороши, как радушный вампир, но тоже заходят идеально в эту колоду. Искательница святилища, позволяет тебе перекачивать жизнь у оппонентов, когда ты атакуешь вампирами. Малакирская ведьма крови, которая тоже перекачивает по количеству вампиров под своим контролем. И имея защиту от белого против призраков, запоминаем. Некромант кровавого рода, он позволяет нам вернуть что-нибудь из кладбища прямо на стол чародея или вампира. Тоже прикольный чел. И поборник заката. Если у нас очень мало карт, он добирает нам карты. Когда он выходит, мы теряем столько жизни, сколько у нас есть вампиров, и берем столько же карт. Помимо крупных вампиров и не очень крупных вампиров, есть еще и другие карты. Гнев Оливии по сути является массовой зачисткой столько со стороны оппонентов. Существа не вампиры получают минус столько, минус столько, сколько у тебя вампиров. Да, это довольно рискованный в раз, поскольку если у тебя, допустим, не осталось существа на столе, то эта карта не делает ничего. Но когда она работает, она работает по сути как винкон. Защищает, убирает всех блокеров, и ты атакуешь своими вампирами без проблем. Сердце литого стекла и артериальная алхимия. Это карты, у которых очень много букв, но они делают нам еще жетонов крови, и позволяют нам их использовать как отдельное оружие. Особенно как артериальная алхимия, там арт такой, словно бы напомнил мне Скарлетт из Mortal Kombat, который делает из крови противников оружие, и ими еще и махается. Мне еще понравилось в этой колоде то, что некоторые карты имеют эффекты, когда ты теряешь жизни, и это хорошо работает, поскольку Стрефан делает еще дополнительный жетон крови, поскольку ты тоже потерял жизнь. Например, накормить рой, отличный ремовл, который убирает еще и чар. Очень проблемная ситуация с красно-черными колодами, поскольку они не могут разбираться с чарами. И связи подземелья. Это чарка, которая добирает нам карточки, и мы теряем жизни. И, следовательно, мы еще и делаем жетоны крови. К сожалению, у этой колоды есть еще и карты, которые слава подходят в эту колоду. Они могут подходить, но они, ну, максимум средненькие. Более того, как и большинство приконов, эта колода болеет отсутствием четкой цели. То есть там есть очень много подмеханик, которые вроде как работают с изначальной, но не очень. Например, Разоритель Анжи, Стромкирская Обреченная и Стромкирская Чернокнижница. Это, конечно, вампиры, они работают со сбросом карт, но они больше подходят для более агрессивных вампиров. Архидемон Шэдоу Гранджа. Это, он здесь чисто из-за, наверное, бешенства. Но это демон, и это не вампир. И иногда платить 8 жизней нам совсем-совсем не хочется. Есть некоторые карты, которые имеют очень дорогой эффект или большую стоимость. И даже если ты выводишь их через Трифана, они, я думаю, не окупаются. Вампирический Дракон и Темный Самозванец. У них эффекты, конечно, могут быть хорошими, но для этого нужно очень много маны. Помимо этого, в этой колоде я считаю, что недостает маны разгона. А я напомню, что наш командир стоит 4 маны. И нам хотелось бы выводить его как можно скорее. Амулет потворства, фрагмент криптолита, это все монокамни, которые бьют еще нас или кого-нибудь еще. Так что Трифан позволяет нам еще, дополнительно дает нам жетоны крови. Очень важное замечание. Фрагмент криптолита на русском языке, ребят, если кто-то будет собирать, там опечатка, имейте в виду. Также я добавил туда монумент Бонту, делая дешевле наши заклинания и качает жизни у каждого оппонента. И мы берем, делаем дополнительные жетоны, поскольку три игрока потеряла жизни. И когда мы наспаунили достаточно много уже жетонов крови, помимо того, что мы можем их жертвовать под Старфана, мы можем использовать вдохновляющие изваяни из Каладеша, чтобы использовать их как моноразгон, как монокамни. Также еще я заметил, что во время игры друг против друга тут не очень много добора, ровно как и у призраков. Однако это довольно сильно компенсируется жетонами крови, поскольку он позволяет нам фильтровать нашу руку. Но тем не менее я добавил туда еще добора. Идл Забвение идет в эту колоду идеально, поскольку мы делаем много фишек и можем делать карты. Смертельный спор, хороший спелл, полка дискуссия и торговый пост. Я понимаю, что торговый пост, возможно, тут очень слабо заходит, но не забываем то, что у него есть довольно интересная билка, которая позволяет нам жертвовать артефакт, в этом случае жетон крови, чтобы взять карту. Поэтому он сюда отлично, я считаю, заходит. Также из двух последних выпусков по Анистраду вышло достаточно много хороших вампиров. Например, Анжа, нечестивая подружка, которая делает нам жетоны крови. Прислушница Оливии, которая делает примерно те же самые вещи. Оливия, багровая невеста наша прекрасная, которая самый главный злодей нашего сета. Это очень хороший большой вампир, который воскрешает наших вампиров из нашего кладбища. Есть еще Флориан, отпрыск волдаринов, который позволяет нам еще добирать карты через экзайл, правда, но тем не менее. И еще есть очень интересная земелька, тоже из багровой клятвы, называется Усадьба Валдаринов. У него есть способность, которая делает нам еще жетоны крови, и он добавляет нам ману за жизни, что триггерит страфана, что делает нам жетоны кладов. В общем, последний выпуск и посмотрите, пошерстите, какие там есть карты и добавьте, какие вам нравятся больше. Ну и в принципе, эта колода мне очень сильно понравилась, у нее довольно интересная стратегия. И если вы вдруг играли до этого вампирами в ЕДХ, там, Эдгар, не Эдгар, неважно, я считаю, что эта колода подарит вам новые впечатления от вампиров, и я уверен, что она вам понравится. Что по итогу? Обе эти колоды хорошо работают прямо из коробки. Будут они еще лучше работать, если вы воспользуетесь моими советами, или если вы захотите улучшить их самостоятельно, обязательно берите их по промокоду, который будет работать до следующего четверга. А с вами был Никита. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, прожимайте колокольчик. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok